Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня второе видео про заслонку, так как пришлось более детально разбираться в ее работе. Вообще это будет некая трилогия. Третью часть придется снять летом в жаркий день, когда мотор будет работать в очень трудном горячем режиме и когда вентилятор начнет принудительно охлаждать радиатор. В прошлом видео, когда я погрел толкатель заслонки феном и заслонка открылась полностью, стало очевидно, что это не просто толкатель, а что-то посложнее. Слово термостат я побоялся сказать на камеру, решив сначала все проверить. Я до последнего был уверен, что двигает заслонку именно вакуумный толкатель. Неделька выдалась суетливой. Пришлось проверить некоторое количество бушных корпусов фильтра, в основном вживую и небольшую часть по фотографиям. Из порядка 20 осмотренных корпусов лишь один оказался с открытой полностью заслонкой, и то это была фотография, так что неизвестно, что там с ним было. Остальные были прикрыты и до полного закрытия им оставалось примерно от сантиметра до трех. Прямо как в данный момент. Вот в таком положении были все. Для чистоты эксперимента пришлось отыскать новый корпус фильтра и осмотреть его. Но дело оказалось непростым. Везде только под заказ, но все-таки один корпус я нашел. Вот как выглядит заслонка на новом корпусе. Она полностью открыта. И сразу хочу сказать спасибо ребятам компании 77 Вольвару на мою просьбу не продавать, а просто показать мне корпус фильтра, они отнеслись абсолютно спокойно. Переместили этот корпус в магазин к моему приезду в Москву. И без лишних вопросов дали мне его изучить. Причем я не говорил, что это для видео или блога. Они видели во мне обыкновенного клиента, двинутого на заслонках. Как видно из фото, заслонка открыта. Но фильтр находился в помещении при комнатной температуре. И находился порядочно, так как был теплым на ощупь. Что будет в мороз неизвестно. Проверить возможности такой не было. Ну теперь вернемся к нашей машине. Так как мне дали автомобиль на целый день для опытов, хочу сделать следующее. Проверить положение заслонки при комнатной температуре. Для этого я с утра пораньше снял корпус фильтра и отнес его домой. Кстати, после небольшой поездки при температуре окружающего воздуха около нуля заслонка почти полностью открылась. На морозе около 10 градусов заслонка не открывается, а находится в таком вот прикрытом состоянии. Итак, корпус фильтра дома. Пусть полежит пару часов. После этого посмотрим в каком положении у него будет заслонка. Заслонка находилась в доме около часа при температуре примерно 24 с половиной градуса. Заслонка хоть в почти открытом состоянии, но не до конца. Теперь хочу отнести корпус фильтра на улицу и оставить там на час. Вынес корпус фильтра на улицу, пусть остывает. При температуре 0 градусов заслонка прикрыта. Пора установить корпус на автомобиль. Сейчас хочу подать в область заслонки горячий воздух обыкновенным феном. Феном подавал я теплый воздух примерно полторы минуты. После того, как я убрал фен, заслонка еще некоторое время открывалась. Внутри корпус заслонки и сам толкатель разогретый до 51 градуса. Как видите, заслонка открылась полностью. Так называемая горячая ветка перекрыта. Становится понятным, что мы имеем дело со сложным механизмом, состоящим из вакуумного толкателя и термостата. Хочу рассказать вам свое видение работы данного узла. Возьмем два значения температуры на улице. Например, минус 15 и плюс 15 градусов. Данная температура не эталонная, а просто для понимания процесса, как будет вести себя заслонка в столь разных окружающих ее условиях. В крышке корпуса у нас есть вакуумный терморегулятор. Допустим, он начнет условно при 40 градусах поступающего воздуха открываться. Разрежение при этом все будет меньше и меньше. Вакуумный механизм толкателя уже не сможет удерживать заслонку в закрытом состоянии и она должна начать открываться. Но так как на улице минус и термостат находятся в сжатом состоянии, заслонка будет прижиматься и находиться более долгое время закрытой. А когда наш термоклапан полностью откроется и разрежение пропадет совсем, то заслонка останется прикрытой, позволяя теплому воздуху все равно поступать в большем количестве. Теперь плюсовая температура. На тех же самых 40 градусах клапан начнет открывать заслонку. Параллельно с этим термостат будет пытаться открыть ее сильнее для подачи большего количества прохладного воздуха с улицы. В жару термостат должен помогать максимально открыть заслонку в вакуумной системе и с усилием отсекать горячую ветку. Такое действие заслонки при последовательном использовании вакуума и термостата есть не что иное, как алгоритм, заложенный инженерами в работу данного узла. Исходя из вышесказанного, делаю выводы. Регулировку вакуумного терморегулятора, которую я делал в прошлом видео, считаю некорректной, так как при разных значениях температуры окружающего воздуха, благодаря термостату заслонка будет открываться в разное время. Если у вас заслонка в прикрытом состоянии, это еще не значит, что здесь все плохо. Это не значит, что надо срочно покупать новый корпус фильтра. Достаточно убедиться в работоспособности вакуумной системы и при помощи фена убедиться, что термостат тоже работает. Сейчас мы еще раз проверим вакуумную систему. Салат… Опять eat! Салат... Салат... Салат, завем… Обязанием cure Windows… Салат… Салат, в ropes… Бравою… Салат. Салат... В … Салат… Салат… Г Салат. Салат. конечно трубочку лучше скинуть с корпуса фильтра что сейчас я сделаю потому что здесь сразу уголочек спрыгивает самой пластиковой трубки потом все это делать приходится сверху удобней все разрежение я сбросил конечно же никто из нас не застрахован могут быть поломки датчика и толкателя с термостатом тогда придется для себя определиться какой вариант наиболее приемлем скинуть патрубок подачи горячего воздуха на весенний летний осенний период и одевать его на позднюю осень зиму раннюю весну либо купить корпус фильтра к слову у дилера volvo в москве он стоит 13 тысяч у дилера volvo в сан петербурге целых 16 причем мастера станции обслуживания одного из дилеров москвы а также санкт-петербурга не смогли внятно описать работу данной заслонки что в общем то неудивительно так как по регламенту меняется корпус фильтра без каких-либо лишних разговоров на этом хочется поставить некоторую точку запятой летом будет видео поведение заслонки на жаре и если она не будет полностью открываться я попробую удлинить шток толкателя ну в общем посмотрим друзья я не претендую на истину все сказанное здесь всего лишь логическая цепочка мыслей завязанных на работе данного узла если у вас есть свое понимание либо есть что добавить обязательно пишите в комментариях я учусь вместе с вами если есть критика тем более пишите я читаю каждый комментарий и делаю выводы для себя на будущее на этом все легких вам ремонтов всего хорошего и до встречи так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...